Телеканал «Жара» представляет Острые темы Секреты и новинки от главных транссеттеров шоу-бизнеса Шоу, в котором звезды на высоте птичьего полета не смогут уйти от ответа на самые жаркие вопросы Звездный обзор с Эльмирой Абасовой Всем привет! Меня зовут Эльмир Абасова, это шоу «Звездный обзор» И сегодня у нас в гостях артист, который создает лучшие танцевальные хиты в стране Встречайте, Зом! Привет, я вечер рад тебя видеть! Привет! Взаимно! Первый вопрос в нашей программе традиционной Боишься ли ты высоты? Я вообще из Алтая, из Барнаула И в горном Алтае есть такая штука Такой, как сказать, манжурок, в общем, называется Там зимой горнолыжка, а летом просто, ну, вроде поднимаются на гору на подъемниках Сейчас там все очень красиво и клево Но буквально недавно там была просто лавка вот так вот Ну, на подъемник Лавка, которая вот так вот закрывалась железной Ой, не страшно было выниматься? Было страшно подниматься Ну ты поднимался Я поднимался, но самое интересное Когда ты в гору поднимаешься, ну, гора и гора Когда ты спускаешься вниз, ты видишь вот эту вот всю высоту И как раз, когда я спускался вниз, подъемник вставал раз в десять, наверное Просто он останавливается и такой, пока что? Ты сидишь такой, ну, приехали А у тебя такой имидж парня-засовщика, который пытается наладить свою личную жизнь Это как-то, ну, на реальных событиях основано или это просто образ? Или вообще как бы ты охарактеризовала свой стиль? Ну, вот, очень похоже, очень похоже Отписала ты меня, мой образ, да Ну, возможно, какой-то промежуток времени так и было Вот, сейчас все не так Но писать об этом на основании каких-то прошлых воспоминаний, конечно, легче Вот, и получается с душой Поэтому продолжаем поддерживать эту легенду А как ты разработал свой музыкальный стиль? Методом проб и ошибок Да? Да, я пробовал делать все Я делал батл-рэп Я делал какой-то подъездный тру-рэпчик Я делал лирику прям такую очень слезливую Клубные треки Все подряд Просто пробовал, искал себя И в итоге получился какой-то такой симбиоз Который в итоге мы сейчас и слышим Прямо сейчас предлагаю немного отличить от привычного формата интервью И узнать, что отновенько тебе с помощью нашего Блица Вопросы между собой не связаны Отвечаем быстро Но если есть какая-то сопутствующая история, рассказывай Хорошо Готов? Да А найдем куда-нибудь поддельные вещи? Поддельные вещи? Да А сейчас надеваешь? Нет, сейчас нет А использовал когда-нибудь душ как микрофон ван? Есть такой, как бы, как сказать Типа стереотип пою в душе Ну что вот как бы в душе многие поют Это стереотип? Ну я не Я врать Я клянусь, ни разу в жизни не пел в душе Отправлял ли ты кому-нибудь свои интимные фотографии? Не понимаю, прикола ни разу в жизни не отправлял Ну девочки-то Не просят? Нет Был ли ты когда-нибудь на нудийском пляже? Нет Ни разу в жизни Но совсем недавно мы ехали с гастролей из Геленджика в Сочи на поезде И звукорежиссер говорит такой О, тут сейчас будет нудийский пляж Я говорю, а ты откуда знаешь? Я был Делал ли ты когда-нибудь татуировки на веселе? На веселе? Ну, как-нибудь так Или, например, ну не обдумав, хорошо? Ни разу Ни разу У меня вот, я пытаюсь добить один рукав Здесь татуировка Там все с глубоким смыслом Вот И я на самом деле не так давно сделал первую татуировку Вот, поэтому... А первая какая была? Первая у меня вот здесь Доберман Это 2018 или 2018 год А на другой руке? Можно посмотреть? Сейчас разъедем На другой руке тут много всего Да, здесь вот у меня аудиокассеты Вот, дань 90-м Карандаш, да Я маленький перематывал кассеты карандашом Это было быстрее, чем перемотать магнитофоном Здесь самолет, города Шенгенская виза, вот, например Вряд ли она мне понадобится Но микрофон, райдер, если вдруг кто-то забыл Здесь микрофон, который у меня по райдеру И вот здесь тоже я сейчас, в данный момент Начал забивать Это феникс Вот И это у меня рука, так скажем, творчество Это рука семья Я планирую так сделать А в начале карьеры боялся ли ты, что никто на твой концерт не придет? Очень сильно И до сих пор переживаю Приезжая в какой-то В любой практически город Я такой, блин А если не будет людей? Но я знаю, что мои слушатели Они отдаются на концертах И видят, как я отдаюсь Поэтому даже если будет Образно говоря Такого не было никогда, правда Но если даже будет 100 человек Они дадут мне такой заряд И мы так будем шуметь Как будто там тысяча Честно Звездный обзор А теперь предлагаю перейти к теме творчества И давай начнем с твоего клипа на трек «Фантомима» А расскажи, как тебе пришла задумка? Я как-то почему-то сразу Ну, знал, что этот трек зайдет хорошо Еще не вышел трек Мы уже сняли клип Мы уже сняли клип Я первый раз работал с этой командой Клип мы снимали в Казани Происходит как бы день сурка Что я, получается, засыпаю каждый раз С разными девушками А просыпаюсь с той самой Которая от меня ушла Но изначально была идея другая Мы должны были показать несколько ситуаций В конце каждой ситуации А девушка меня убивает Каким-то образом, неважно Но, в общем, я умираю и просыпаюсь с ней Но мы решили, что это очень жестко будет Вот, и на... Звучит Да Ну, то есть, как бы, мы хотели обыграть метафору какую-то Что, ну, больных отношений И в итоге я такой А давайте сделаем вот так Я буду каждый раз засыпать с разными девушками Ну, ребята сказали, ну, понятно, короче Опять за свое Да, опять ты за свое Насколько я знаю, ты сам пишешь тексты песен А вот какая история у трека «Пантанима»? Там есть, скажем так, зерно из моего личного опыта, давнего Вот А куплеты я уже просто, как бы, построил вокруг этого припела Вот Но основное зерно — это, да, это что-то из прошлой жизни Я еще слышала, что ты работаешь над ремейком песни из прошлого Одной очень популярной песни Да, да А можешь рассказать подробнее? Мы делаем сейчас Вот как раз в стиле UK Garage делаем ремейк старого трека Какого пока сказать не могу, пусть будет сюрприз И самое интересное, что мы из этого трека взяли только припев Вот, а выкупить нам пришлось всю песню Обидно Обидненько, да Взяли один трепет, вот, а это песня из девяностых, из самого начала девяностых И это песня, которая мне в детстве очень нравилась Пока мы сидели, я заметила, что смотрел на перчик Да Поэтому давай переходим к нашей жгучей рубрике «Острые вопросы», которые приготовили для тебя зрители телеканала «Жарам» Окей Отвечаем честно Да Отвечаем за все Всегда Вот, и если на какой-то не хочешь отвечать, придется съесть перчик Целиком? Нет, можно чуть-чуть откусить Встречался ли с несколькими девушками одновременно? Если да, как это было? Нет, ни разу в жизни Никогда Какой скучный зомб, зачем мы его позвали? Ну я даже на какие-то подробности узнаю Был ли роман или отношения с поклонницей? Если да, то с кем и когда это было? Ни разу Ни разу никогда в жизни Иди к Пике тоже не отсылал Наверное, уже об этом спрашивали Ни разу не было Не секрет, что по тебе сходит с ума девушки Что самые безбашенные фанатки делали у тебя на концертах? Забрасывание лифчиками в Сыктывкаре не учитывается, наверное, потому что, ну что это такое? Мы были на концерте в Сургуте, это был 2017 год Огромная площадка, полный зал, мы там исполняем свои песни какие-то И тут я подхожу за мониторную линию и какая-то девочка, в общем, я не понимаю, что происходит Опускаю глаза вниз, а сцена высокая, а девчонка не супервысокая То есть она прям вот так вот сцена не видна, только одну голову Она вот так подняла руку и, короче, гладит мой кроссовок и плачет Ой, странно так И я такой подальше отошел, больше за мониторную линию не заходил Правда ли, что ты развелся? Если да, то почему и занято ли сейчас твое сердце ты в отношениях? Я слышал Только что-то, здесь мы перчик не берем Здесь мне интересно услышать ответ Я слышал вот эту теорию, я не знаю, откуда она взялась, кто ее запустил Нет, и я не развелся, и все хорошо, я не знаю, откуда это пошла такая байка Но это неправда Все замечательно А сколько лет уже вместе? Дофига На 10 Ну, там нет такого вопроса Ну ладно За какой поступок тебе стыдно до сих пор? Я бесстыжий Ну, я реально бесстыжий, я не знаю даже Ну, мне реально не стыдно ни за что Честно Если ты считаешь, что я слился, то... Ну, давай попробуй Я реально просто сам хочу Ты любишь острого, давай сравним Да, я реально сам хочу попробовать Ну, как? Ммм Ооо А ты думал? Слушай, поначалу вкусно даже очень жестко Очень жестко Я люблю, конечно, но это жестко Знаете, подойдет Прочти последний треса А зачем я сейчас-то попробую? С кем перепиской, на какую тему? Нравится тебе печка, ж не бишь острый Я люблю острое, я еще откушу один Да ладно? Ну, потому что... Потому что... Мессенджеры и все остальное Это уже личное пространство В плане... А, все, ты убрал этот вопрос, да? Я убрал, я его сейчас замолю Все, все Жестко Причем я кусаю, это по-честному, видишь? Ты прилично кусаешь Я почти съел Ммм Вот когда тока откусываешь Полвкусный, а потом начинается жесть Звездный обзор Ну что ж, наш кабинет уже возвращается в исходную точку Значит, время прощаться Выходите Спасибо тебе большое за интервью И желаю свершения всех твоих планов Спасибо большое вам Было очень клево, атмосферно Спасибо, что пригласили А с вами была Альмира Басова И шоу Звездный обзор Но перед завершением программы Давайте посмотрим клип талантливого И искреннего артиста Зомба